Когда начинающие предприниматели спрашивают у меня, как добиться успеха эффективно и быстро, вы осуществили многое. На мой взгляд, необходимо сконцентрироваться не на способе достижения успеха, а определении, по какой причине это будет чудом, если не удастся стать успешным. Занятие этим делом в сто раз, в тысячи раз важнее. Добрый день, в прошлом один из множества мужчин. Вас приветствует империал мастер Лидок У. Первая причина принципа, почему не достигнув успеха, это является чудом, это абсолютное качество, абсолютная цена. Если превосходен как небо и экономичен подобно земле, количество потребителей увеличивается. В случае повторной покупки вы в таком случае бизнес можно создать, даже если продукт доставлен должным образом. За последние 17 лет я управлял делами пяти компаний. Но в конце концов мы стали супружеской парой с правонарушительным кредитом. Мы переехали жить в теплицу. Я также использовал машину моего сына в качестве залога. Штраф за нарушение дорожного движения и налог на имущество я смог покрыть за 10 лет. Я даже взял кредит для оплаты учебы сына в университете и не погасил этот кредит. Я стал безнравственным отцом, не способным предоставить возможность для окончания университета. Я не работаю, не покладая рук, также не нахожусь в безвыходной ситуации. Это не говорит о том, что я стал менее выносливым, поскольку данная продукция не реализовалась повторно. В конечном итоге я остался в проигрыше в этом деле. Многоэтапная компания, зарегистрированная в комиссии по справедливой торговле Кореи, около 130 этапов. Среди многих людей лишь малое количество становится успешными. Если вы покупаете качественную вещь и зарабатываете дополнительно, купив по дорогой цене и заработав дополнительно, в конечном итоге вы останетесь в убытке. Для того, чтобы быть одетым в качественную одежду, необходимо правильно застегнуть пуговицу. Если при застегивании первой пуговицы допустить ошибку, то результат не изменится после 10 лет и даже спустя 17 лет. Когда я впервые столкнулся с Atomi, компания имела в наличии лишь два вида продукции. При посещении головного офиса компании я заметил, что не было даже надписи на здании. Увидев головной офис компании Atomi на листе бумаги формата А4, казалось, что рушится не просто потолок, а разбивается мое сердце на осколки. Но невзирая на те воспоминания, я думаю, если вы действительно не побывали на заводе Калмар в течение 6 лет, вы ни в коем случае не взялись бы за это дело. Компания H реализовала базовую косметику на 100 тысяч вон, в то время как Atomi продавала на 15 тысяч вон, когда BB-крем продавался за 48 тысяч вон, а стоил 7 тысяч 650 вон. В тот момент я принял решение. Я был уверен в достижении успеха только благодаря базовой косметике. Не оглядываясь на прошлое, я написал заявление на увольнение. Я отважился заниматься этой деятельностью. Все, кто является бриллиантовым мастером, мастером Широнской розы, стар мастером, роял мастером, располагают индивидуальные истории успеха. Если послушать, в 99% случаев истории идентичны. Я даже не мечтал, что способен действовать многоэтапно. Однако после применения косметики, а следом зубной пасты, опробовав Хемохим, я был восхищен. Это и было вступлением в предпринимательскую деятельность. В итоге продукция создает предпринимателя. В неожиданный момент по какой-либо случайности ваши дела не продвигаются достаточно благополучно. Или если не появится предприниматель. Действительно ли я буду впечатлен продукцией? Вдобавок, восхищаясь качественной продукцией, предложу попробовать в применении. Если вы, вспоминая, продолжаете повторять эту фразу, то обязательно получите ответ. Вторая причина принципа «если не достигнуть успеха, это является чудом» – отсутствие стоимости при регистрации ежемесячных расходов на поддержание бизнеса. Вначале, услышав информацию об Атоме в истории сетевого маркетинга в Корее, я направился в зал для семинаров без каких-либо ожиданий. День первый. Лекция на тему цель управления, центр продавцов. Когда закончилась лекция о сбалансированной жизни, я сообщил, что возвращаюсь домой. Если бы спонсор непринужденно подвез меня до дома, то я бы прекратил все связи с Атоме. Утром следующего дня, слушая лекцию, вы превосходите меня, занимаясь сетевым бизнесом в течение 17 лет. Я направился к генеральному директору компании с таким вопросом – какие вы выполнили многоэтапные шаги? После продолжительных переговоров в итоге я услышал – на данный момент я в квачхоне, я живу в съемной комнате за 500 тысяч вон, я кредитный правонарушитель. Это были его слова. На самом деле, нечто вырвалось из моей груди, поскольку руководители десятков тысяч компаний по всему миру богатые люди или преуспевая в сетевом маркетинге, принявшие обязанности управления. Такие люди устанавливают стоимость при регистрации, занимаясь маркетингом как соломинка. Однако кредитный правонарушитель, ликвидирующий стоимость при регистрации, если на самом деле это правда, то такой человек ни в коем случае не повысит стоимость на продукцию и не установит стоимость при регистрации и ежемесячных расходов на поддержание бизнеса. Появилась уверенность. Если только такие правила, я был уверен, что смогу добиться успеха. Если рассмотреть нашу компанию, поскольку отсутствует стоимость при регистрации и ежемесячные расходы на поддержание бизнеса, мы делаем ставки на абсолютное качество и абсолютную цену. Иными словами, мы делаем ставку на потребителя. Или, иначе говоря, я выполняю функции генерального директора. Я знаю, что потребовалось почти пять лет, чтобы повесить надпись с наименованием компании. На данный момент при регистрации в качестве участника Atomi невероятно сложно получить разрешение, подтвержденное подписью, поскольку это социально критично. Однако, если необходимо приобрести продукцию на сумму 1 миллион вон, какое-то количество людей выполнит это условие. Бесконечный процесс, бесконечное накопление. Вы можете задуматься, способен ли я осилить это? Недавно человек посетил Atomi, работая в компании S. Несмотря на то, что ежемесячные расходы на поддержание бизнеса составляли 100 тысяч вон, это было слишком трудно. Продвижение требует затрат. Если количество партнеров увеличится на 10 или 20, эти 100 тысяч вон преобразуются в 1 миллион вон или 2 миллиона вон. Таким образом, при отсутствии стоимости при регистрации бесконечные этапы и бесконечное накопление становятся реальностью. Независимо от моего желания, очевидно, присоединится участник лучше, чем я. Человек, читающий лекции, лучше меня. Человек, реализующий продукцию лучше меня. Человек, имеющий круг общения шире, чем у меня. Человек с опытом сетевого маркетинга больше, чем у меня. Человек с лучшими чертами характера. Поскольку отсутствует стоимость при регистрации, все его достижения, безусловно, будут признаны. По этой причине, если вы не добьетесь успеха, это обязательно будет чудом. Последнее время на встречах в программе Zoom я часто повторяю. Поприветствуйте человека, находящегося рядом с вами. Уделите время, чтобы спросить друг друга во время встречи в программе Zoom. Спросите у мастера Широнской Розы, у стармастера. Никто из них не сможет предоставить полное объяснение. В таком же случае, выйдя в поле, что мы сможем объяснить тем, кто слушает впервые о деятельности компании? Тогда я правильно разъяснил о принципе «почему», а не «как». После того, как слушатель воспринял информацию, происходит его бесконечное клонирование. Однако, если вы не смогли объяснить принцип «почему», какой бы это было предпринимательской деятельностью? Даже если мои способности составляют 1%. Если ты проникнешь в бесконечность со способностью 1%, даже если 100 человек, получится 100%. Однако, проникнув в бесконечность без стоимости при регистрации ежемесячных расходов на поддержание бизнеса, необходимо лишь правильно передать. Мои любимые слова из книги «Магия веры» «Бристоля». Магия веры становится правдой. Если вы верите, что неудача в Атоми – это чудо, это станет реальностью и приведет вас к званию «Империал-мастер». Атоми, если не достигнуть успеха, это является чудом.